До конца года государственная аптека Выжми переедет в центр села. Решение об этом лично ознакомившись с текущим положением дел ускорил глава. Проконтролировал в рамках визита Сергей Гапликов также ход ремонта жилья для ветеранов и строительства новой фермы в Сизябске. Дано поручение разработать варианты по завершению второй очереди строительства районного центра детского творчества. А самым ярким тематическим пунктом поездки стал ижимский праздник Лут. Виктория Палкина сообщит подробности. Солнышко да ясное, свети да свети нам ярко, чтобы трава наша сохла. В центре ижмы, подворье, село-деревень района уже готовы принимать первых гостей праздника. Кто-то подготовил настоящие обряды, кто-то угощения, кто-то представлял свои охотничьи трофеи. Похожих друг на другов, населенных пунктов в муниципалитете нет, но раз в год всех жителей объединяет главный праздник Лут. В этом году организаторы подготовили сразу несколько площадок. К примеру, здесь Сергею Гапликову показали ижму «Молодую», на которой собрались спортсмены, юные художники и артисты. Из Краснобора приехал кукольный театр. Он не только развлечение, говорят педагоги, но и способ сохранить уникальные ижимские традиции. «Такие куклы мы делаем по рассказам бабушек и дедушек. Потом эти маленькие куклы увеличиваем. Вот из ниток кукла, вот меча ижумка, вот зайчик был маленький тоже. Дети сами придумывают сценки, спектакли, и мы ездим в Ижму и Ухту». В праздники приняли участие представители Лукоил Коми. Нефтяники – основной социальный партнер района. И на протяжении многих лет они помогают в организации Луда. Уже традиционная спортивная часть Луда – конные скачки. 11 забегов, десятки участников, сотни зрителей. Все, как всегда. Правда, в этом году впервые в программу внесли изменения. Увеличили дистанцию – с 700 до 1100 метров. Для лошадей очень трудно бежать на повороте. Обычно, если на поворот выходит первым, он и заканчивает, первым финиширует. А здесь получается, что они по прямой могут друг друга обогнать немножко. В связи с этим была изменение немножко дистанции, чтобы была по длине немножко прямая дистанция. Анна Хозяинова вышла на старт с целой лошадиной семьей. Кобыла никак не могла расстаться со своим же ребенком. Забег, конечно, они проиграли. Но все компенсировали симпатии зрителей. Лошадь после рождения нормально, все нормально, и соревнования пошли нормально. Кульминация праздника – вечерняя проходка Ижимские ворота. Здесь нет никаких репетиций. Постановка этого хоровода отработана уже не одним поколением. Вы, наверное, видели, что маленькие дети ходят в сарафанах. Шьют их специально. Мальчикам шьем рубашки. Много вечеров проводят, посвященных коми-языку. Это не только во время луда сохраняем традиции. На протяжении всего учебного года. Лут – праздник языческий, со своим сакральным смыслом. Сегодня, пожалуй, одна из главных его задач – восстановление этнических и родовых связей. Стать участником этого шикарного шествия очень тяжело. Нужна своя пара и, конечно, национальный костюм. Иначе испортится вся картинка. Причем, чем ближе к началу все тормозится. Потому что люди с сотовыми телефонами и фотоаппаратами просто не дают людям в костюмах двигаться вперед. А как же не каждый день увидишь такую картинку? 11 лет назад Лут получил статус республиканского праздника. Впрочем, для истинных ценителей народной культуры это ничего не изменило. Выжму, как и много лет назад, приезжают гости со всей страны. Каждый со своими ижимскими корнями. Когда смотришь на такие наряды, чувствуется возрождение республики. Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Ижимский район.